И так звучит песня Рождественская песня на стихи Кристины Рассетти Это одно из самых известных стихотворений этого автора Великобритании Его знает практически каждый школьник И в каждой школе оно исполняется на рождественских вечерах Сегодняшняя наша беседа будет посвящена творчеству Кристины Рассетти И отчасти творчеству ее знаменитого брата Данте Габриэля Рассетти Викторианской эпохи при Рафаэлитов Мы почитаем стихи Но о многом нам не удастся поговорить Тем не менее, я надеюсь, что наша беседа будет интересной И я что-то новое вам поведаю Ну вот так мы музыкально настроились Я надеюсь, что вы какое-то рождественское настроение поймали с этой песней В любом случае, если вам она понравилась, вы захотите ее послушать дома Пожалуйста, называется In the Bleak Midwinter Одна из самых известных песен рождественских на стихи Кристины Рассетти Мне бы хотелось начать Простите, я забыла представиться Просто мы уже третий раз начинаем Забыла представиться Меня зовут Анастасия Строкина Я занимаюсь поэтическим переводом более 20 лет Пишу книги для детей Пишу литературические исследования Эссе, статьи Являюсь аспирантом Института мировой литературы имени Горького в Москве И, в общем-то, не чужда британской поэзии достаточно давно в этой теме Мне бы начать хотелось с визуальных образов Я думаю, многие из вас представляют себе, кто такие прерафаэлиты Видели их картины И, может быть, даже очень хорошо с ними знакомы Кто-то бывал на выставке в Москве, когда они приезжали в Пушкинском музее Кто-то, может быть, и в Великобритании посещал выставки Вот Кто же такие прерафаэлиты, и почему я хочу начать именно с них Потому что это целая Сейчас я закрою Потому что это целая эпоха Важнейшая эпоха В британском искусстве С которой началось новое видение и новое представление об искусстве и о литературе в частности Если вы видели картины прерафаэлитов, представляете их себе То вы, конечно, можете согласиться со мной, что в них есть драматизм средневековья В них такие эмоции, красота и настроение, как будто из далекого прошлого Между тем, братство прерафаэлитов именно так себя называли эти юные художники Они были еще действительно совсем юными 18-20 лет То есть практически дети Это было одно из первых модернистских движений в британском искусстве То есть, можно сказать, истинный авангард Прерафаэлиты Ну, вкратце вам напомню Позиционировали себя, как приверженцы искусства до Рафаэля То есть, это Перуджина, Фра Анжелика, Джованни Беллини Вот их манера письма С точной степенью детализации С такой тщательной проработкой Каждого декоративного элемента В мельчайших подробностях Она немножечко изменилась со временем И стала более такой, знаете, мягкой, размытой, если можно сказать, да Софт, выражаясь языком фотографов И уже такой педантичности в деталях не было Однако на протяжении всей истории этого братства Прерафаэлита В самом главном, то, что определяло их сущность, их творчество, был цвет Цвет являлся их отличительной чертой И зачастую их сюжеты обращались к литературе К вымышленным образом, к библейским сюжетам К традиционным каким-то источникам К народным, к фольклорным сюжетам И, конечно же, к поэтическому творчеству Вот я предложила несколько, как бы сказать, иллюстраций К моей беседе, вы можете их посмотреть на страничке музея Там в том числе предложена картина Данта Габриэля Рассетти Девичество или юность Девы Марии Об этой картине я скажу чуть-чуть позже Но это как иллюстрация к тому, о чем я сейчас говорю Сам Данте Габриэль Рассетти Вспыльчивый такой романтик Опять-таки обращаю вас к сериалу «Отчаянные романтики» Если вдруг кто-то не смотрел, можете полюбопытствовать Это того стоит, сериал именно про эпоху прерафаэлитов Про этих художников Говорил, обращаясь к тому, что для него очень важен сюжет Который он берет для своих картин Сюжет литературный, сюжет вымышленный Для него это вот одно из основополагающих Не я накидываю, говорил он, на себя покрывала Из образов и фантазий Но сами они приходят из внешнего мира И окутывают меня, хочу я того или нет Говорил Данте Габриэль Рассетти То есть вот тем самым мы имеем дело с художниками Ориентированными на литературный текст То есть это уже идет такой синтез искусств Очень ценный и во многом новаторский Из-за того, как они, конечно же, представляли свои картины Прерафаэлиты — это новый взгляд на жизнь Это борьба с традицией Естественно, борьба с закостенелым каким-то представлением Об искусстве, с традиционализмом Сейчас, конечно, глядя на картины прерафаэлитов Мы бы никогда не сказали, что это какое-то бунтарство Они очень так исполнены, кажется, традиционно Но на тот момент, в середине XIX века, это был взрыв Настоящий взрыв Это просто какой-то огонь на выставочных площадках И не будем забывать, что люди, они были молодые И крайне негативно относились к любому пафосу К любому высокомерию И вот этому чванству, да, важности в искусстве И осознании своей значимости Никогда в них такого не было Хотя, конечно, был огонь, были амбиции Но никогда никто из них о себе с пафосом не отзывался И теперь обращаемся к той картине, которую я вам предложила Это Girlhood of Mary Virgin Детство, ну, юношество, да, или, как сказать, девичество, да Девы Марии, юность Девы Марии То есть по-разному называется картина В русской транскрипции скорее юность Девы Марии это будет Сюжет такой во многом повторяет образы традиционного европейского искусства Но здесь художник стремится к более правдоподобному изображению без общих мест, без банальностей Они очень не любили штампы И святую Анну, если вы посмотрите, да, вы увидите, там есть святая Анна и есть, собственно, Дева Мария Святую Анну Данте Габриэль пишет со своей матери Фрэнсис Лавини и Рассетти А младшая сестра Кристина, вот та самая Кристина, о которой мы сегодня будем говорить, позирует ему И стала моделью для Девы Марии Художник, то есть Данте Габриэль Рассетти отмечал, что ее внешность идеально подходила для моей цели Ну и в самом деле внешность Кристины такая канонически строгая, сдержанная И это видно по фотографиям, которые я предложила вам И которые вы можете также найти в интернете Например, фотографии, выполненные Льюисом Кэролом, знаменитый цикл Они дружили, об этом мы тоже попозже поговорим Либо портреты Кристины Рассетти, которые исполнил ее брат Я вам тоже показываю их на страничке музея Так что, пожалуйста, посмотрите и вы сами убедитесь в том, насколько строгий, сдержанный облик у этой поэтессы Ну и надо сказать, что первая прерафаэлитская работа Миллия, знаменитейшего тоже художника, автора Фелли Которую, я уверена, все вы видели Это романтичная Изабелла Изабелла из стихотворения Китса Изабелла или горшок с бальзамином Все это я говорю к тому, чтобы настроить нашу беседу на лад, соединение, сопряжение, живописи, да, визуального какого-то искусства и искусства слова Это все очень-очень важно вот в этом контексте Отдельно хочется сказать про издание прерафаэлитов, которое называлось Росток или Зародыш Это такой дерзкий проект молодых вот этих ребят, художников, но и также поэтов Поэтов и тех, кто связан с художественной критикой То есть в основном в этом издании, ну назовем его Росток, потому что он по-разному тоже переводится, по-разному трактуется Назовем его Росток В этом издании, инициированном, опять-таки, Данте Габриэлем Рассетте Участвовали те прерафаэлиты, те члены братства прерафаэлитов Которые не могли писать картины по тем или иным причинам Не хватало таланта, не умели, просто не было навыка, но они хотели выражать себя в слове И вот создается этот журнал Вот что пишет о нем Вильям Рассетте в дневнике В своем дневнике Наш журнал и в самом деле был Ростком, который очень скоро погиб Но оставил после себя несколько исторических публикаций, сделанных в первые месяцы 1850 года В самом деле это было начало журнала, ну и, в общем-то, по большому счету, начало этого движения Братства прерафаэлитов Под заголовок журнала был таковым Мысли о природе поэзии, литературы и искусства Сам Вильям, старший брат Рассетти, написал сонет, открывающий этот журнал Тоже с таким вот торжественным выходом Многие очень известные авторы участвовали в этом журнале в качестве поэтов В том числе поэт Ковантри Патмор, такая одиозная очень фигура была Но самой поэтически одаренной, самой молодой, самой яркой звездочкой вот этого собрания поэтов Прерафаэлитов в журнале, напомню, Росток, который они выпускали по своей инициативе И была как раз-таки младшая сестра семьи Рассетти, Кристина Джорджина Рассетти Она выступила там со стихотворением под названием «Песня» И, в общем-то, оно стало одним из самых известных ее стихотворений Я об этом еще скажу отдельно, но сейчас, в общем-то, это будет в тему Упомянуть о том, что Кристина с самых юных лет писала очень профессионально Очень, ну, выражаясь современным языком четко То есть ее стихи юного возраста от стихов более зрелых Отличает не столько форма, сколько содержание Ну, естественно, с возрастом у нее случались трагедии Случалось какое-то осмысление иное И вот таким образом можно отличить ее стихи То есть они не все датированы, достаточно большая трудность для исследователя Но, тем не менее, с самого юного возраста она писала удивительной цельности произведения И вот это стихотворение «Песня», «The Song», в принципе, их у нее несколько с таким названием Но оно вот одно из самых известных, выпущенное в этом журнале Если говорить на английском, оно первой строчкой звучит «O roses for the flash of youth» Это для тех, кто знает английский и может его прочитать, посмотреть в оригинале Как я уже сказала, идею издания этого журнала предложил брат Кристины И сам он тоже считал себя поэтом Ну, в общем, на русском языке представлены его сонеты Это все есть Это как бы не секрет Идея журнала очень понравилась членам братства Но, к сожалению, успеха он не снискал у публики И в апреле, когда, казалось бы, ростку надо набрать силу, расцвести в полной мере В апреле этот журнал прекращает свое существование Ну, из интересных фактов, можно сказать, что тираж первого номера был 700 экземпляров Из них было продано 70 Второй выпуск уже у нас 500 экземпляров Продано около 40 В третьем выпуске вышел 31 марта Всего набрали денег на 106 экземпляров И только лишь 4 продано То есть это такой вот провальный проект этого братства Которым не так часто говорят И не так часто упоминают Потому что о провалах, в общем-то, не очень хочется упоминать Хочется только о каких-то победах Но тем не менее, тем не менее, этот журнал открыл во многом И Кристину Рассетти, и Данте Габриэля как поэтов Так что вот об этом тоже нужно, наверное, знать В журнале было напечатано стихотворение Небесная подруга Данте Габриэля И это стихотворение также является одним из самых известных в творчестве этого поэта Ну, теперь, наверное, можно уже перейти к Кристине Рассетти И посмотреть, что же это за такое юное дарование Которое вот всех пленило в этом журнале Росток Итак, у нас сегодня с вами На самом деле все очень совпало Потому что 5 декабря У Кристины Рассетти будет день рождения А точнее сказать, юбилей Она родилась 5 декабря 1830 года Так что вы можете посчитать, сколько ей исполняется лет Какие-то банальные вещи я вам рассказывать не хочу Но статья в Википедии про Кристину Рассетти исключительно скудная Поэтому постараюсь расширить вот эти сведения Практически всякое жизнеописание Кристины Рассетти Начинается с ее детского стихотворения Которое написала в 5 лет, когда писать еще не умела Но устно она поделилась им с родителями Что же это за стихотворение? Цицилия или Сосилия Никогда не ходила в школу без своего гладиатора Слушайтесь, вдумайтесь Пятилетний ребенок Никогда не ходила в школу без своего гладиатора Многие исследователи, конечно, в этом не видят ничего Кроме признака начитанности маленькой девочки Она уже знает, кто такие гладиаторы И, в общем, какое-то интеллектуальное развитие является собой Но все-таки мне кажется, что вот в этой маленькой, в этой крохотной, крохотном стихотворении Можно разглядеть то, что отличает в принципе творчество Кристины Рассетти От творчества очень-очень многих авторов Это соединение, казалось бы, далеких друг от друга вещей, явлений, предметов Божественное и земное Волшебное и обыденное Спорное, резкое, взрывное и смиренное Это одно из любопытнейших сопряжений Страстное и целомудренное Это все из творчества Кристины Рассетти И вот эти строчки В школу без своего гладиатора Маленькая девочка и гладиатор Я говорю об этом сопряжении А сопряжение несочетаемого, казалось бы Кто вот эта маленькая девочка и какой-то гладиатор С которым она постоянно ходит в школу Вот брат ее старший, Вильям Майкл Отмечал, никакой логической причины для сопряжения гладиатора и Сесилии нет Кроме того факта, что в случае необходимости Силач-гладиатор сможет сразиться за Сесилию И вот эта возможность сразиться Тоже является отличительной чертой ее творчества Потому что, конечно, Кристина И по внешности видно Девушка робкая, барышня, женщина Смиренная, строгая Но в ней такая есть сила Которая действительно готова в любой момент сразиться за свои убеждения И это все есть в этих двух строчках Здесь мы опять вернемся к тому Что она с юных совсем лет Выдавала поразительно выстроенные, логичные, красивые строки Это просто врожденный такой талант у нее был Кстати говоря, я вот где-то подготовила цитату Вирджинии Вульф Сейчас, минуту Долго искать уже? Ладно Вирджиния Вульф Говорила о том, что Кристина Рассетти Была поэтом интуитивным Потому что основные ее черты Вирджиния Вульф Видела в том, что она была не замужем Никогда И была такой домоседкой В анонсе нашей лекции Я как раз написала, что вот Она закрылась от мира Она действительно была такой герметичной вещью в себе И это, по мнению Вирджинии Вульф Лишало ее возможности развиваться Поэтически развиваться То есть все ее стихотворения Как считала Вульф Они примерно на одном уровне Но это не говорит о том, что Кристина Рассетти Не развивалась духовно Это не про нее, безусловно Иначе бы мы о ней не говорили сегодня Я думаю, что Вирджиния Вульф Имела в виду прежде всего форму Что это действительно поэт Какого-то интуитивного дара слова И это видно с самых детских лет Что нужно еще сказать про детство Именно из детства ее вырастает Собственно все, что мы ассоциируем с ее творчеством Вот эта сила духовная Этот характер И в то же время сопряжение со смиренностью Давайте посмотрим, кто были ее родители И почему так вот это все вышло Габриэль Рассетти Был итальянским эмигрантом И в общем человеком тоже был С характером итальянским Тут я думаю не стоит описывать Итальянский характер Все понятно Он был поклонником революционных идей Почитателем Данте и Байрона И в несколько вычурной манере Он сообщил своей родственнице О рождении младшей дочери Кристины Джорджины в Лондоне 5 декабря 30-го года Вот что он написал Отныне у тебя есть еще одна племянница Родилась она в назначенный срок Ночью в прошлое воскресенье В 3 часа 10 минут Ее мать не сильно мучилась И сейчас кормит младенца Которая судя по ее аппетиту Чувствует себя превосходно Кажется она точная копия Марии Только красивее Кожа ее светлее А круглое лицо Будто полная луна на небе В скобках замечу Что все тексты Которые я цитирую Перевожу в своем переводе Поэтому я не называю переводчиков Не потому что я их не уважаю Потому что это я И мне неловко каждый раз об этом говорить Вот сравнил дочку с луной на небе Сказал что она красивее чем Мария Мария это старшая дочь Я напомню Но много лет спустя Кстати говоря Кристина удивлялась Такому пафосу своего отца Потому что говорит Мама ее рожала Действительно в страшных муках И чуть не умерла Ну это такая маленькая деталь Своих детей Кристину и Данте Габриэля Он называл шторм Отец Шторм Ураган Потому что это действительно были дети Исключительно неспокойные Даже буйные В то время как Старшая дочь Мария И Вильям Были спокойными Рассудительными В общем-то полная противоположность Их называл отец Штиль Вот как это сочетается Как из этого урагана Выросла такая Кристина Еще раз посмотрите на фотографии Которые я вам предложила Это абсолютно какое-то Несочетаемое Свойство ее Внутренного характера Вот это буйство И это смирение Это вот мне кажется Все идет с этого детства Да что Сисилия и гладиатор Это два Полиса одного человека Да Одного характера Это и смирение И сила Которая всегда готова Выступить на защиту Своих убеждений На защиту того Что ценно для него Очень часто В письмах Я много читала Письма Габриэля Рассетти Отца Кристины Он называет ее Бунтаркой В детстве И опять это все В нашу копилку Ее Вот этих Многолитких Образов Отчасти Вот мне кажется Такой дуализм В характере И творчестве Кристины Был связан Вот с ее семьей Она росла В англо-итальянской Семье С детства Она говорила И на английском И на итальянском Как и все дети Семьи Рассетти Они одинаково Любили пасту И какие-то Национальные Британские Блюда Но и Одно из важных Одно из важных Ролей Одно из важных Мест В ее жизни В детстве Вот в этом становлении Принадлежит Деду По матери Матери тоже Итальянские корни Деду по матери Гаитана Полидори Вот кто это такой Это тоже очень важная Персона В принципе Не только для Судьбы Кристины Рассетти Но и в целом Для Британской Литературы Сейчас узнаете Почему Гаитана Полидори Считал Что Кристина Очень похожа На его Супругу На Анну Луизу Пирс И поэтому Он особенные Чувства Испытывал Именно Кристине К младшей Дочери Он Был Тоже Такого Знаете Итальянского Нрава Писал Стихи Тоже Был По природе Своей Революционером Это я говорю Про деда Кристина Рассетти Гаитана Полидори Очень красивое Имя Можно его Запомнить И Женился На Луизе На Анне Луизе Которая Была Из строгой Англиканской Семьи И даже Представители Консервативной Партии Тори В общем Естественно Там было Негодование Родители Были против Все были против Но вот этот Союз Все равно Состоялся И родились Дети Одна из которых Дочка Это мама Кристины Рассетти Но был там Еще сын И вот этот сын Представляет особый Интерес И для литературы И для Кристины Рассетти В частности Сына Этого звали Джон Джон Полидори Джон Уильям Он был Врачом Причем Он был Спутником Врачом Тире Спутником Байрона И был Первым Автором Обратившимся К теме Вампиризма Он первым По сути Написал Рассказ О вампире Который Вышел 1 апреля 1819 Года Джон Полидори Плохо Закончил Он закончил Жизнь Самоубийством И В семье Все об этом Знали Но конечно Это все Умалчивалось И в общем Говорилось Что он Умер По велению Господа Про самоубийство Никто В семье Не говорил Это было Табу Но только Не для Фрэнсис Рассетти Не для Матери Кристины Которая Взяла Портрет Своего Брата И повесила Его В гостиной На самое Видное Место Конечно Отец Ее не Понял Но Тем не Менее Портрет Этот Висел И Личность Вот этого Джона Полидори Повлияла На всех Рассетти Абсолютно На всех Детей Я имею ввиду На Кристину На Данте Габриэля На Марию На Уильяма Все они Были под обаянием Этой личности Хотя он Умер до того Как они родились До того Как Кристина Родилась Но Может быть От него Вот эта Тяга к страшному Тяга к темному Потому что Собственно Кристина Прославилась За стихи Не самого Светлого Толка Что там Говорить Так и есть Вот Тяга к какому-то Жуткому Возможно От Идет От этого Полидори От этого Джона Полидори Более того Стоит Упомянуть Что Кристина Страдала Непонятными Какими-то Заболеваниями Которые Стали Проявляться В 15-летнем Возрасте С 1845 Года Что с ней Случилось Но врачи Тогда Не могли Определить Диагностика Была Понятное дело Не на том Уровне Но Один Из Врачей И есть Свидетельство Этому Говорит Что у Кристины Совершенно Точно В той Или иной Степени Есть Психическое Расстройство Это тоже Такая Информация Не самая Доступная Но Я не знаю Насколько Она Соответствует Действительности Было ли так На самом деле Но вот Об этом Есть Записи Есть Свидетельство Тому Что Что-то Было У Кристины С ее Духовным Психическим Состоянием Возможно Некоторые Следователи Считают Что это Вот этот Ген Который Есть У Джона Полидори Потому что Он 25 лет Все-таки Окончил С самоубийством Да И Считается Что вот эти Склонности Кристины К депрессиям Склонности Вот к Таким Состояниям Пограничным Это возможно Вот генетическое Что было В их роду Но Возможно Нет То есть Здесь у нас Нет Какого-то Четкого Ответа Но тем не менее Тем не менее Личность Джона Полидори В семье Обрастала Легендами И это был Такой вот Маленький Семейный Культ Культ Вопреки И здесь Опять-таки Да Можно вспомнить Вот этого Гладиатора Готового Бороться За свои Убеждения Об отца Об отце Еще хочется Сказать Несколько слов Он Еще в молодые годы Заинтересовался Масонством Почему я об этом Говорю Потому что Семья-то Необычная Понимаете В каком Окружении Росла Кристина Росети Да Вот Из чего Вырос Вот этот Самый Росток Который У меня Говорила Он Интересовался Масонством И В Лондоне Уже исследуя Творчество Данте Он был Фанатом Данте И своего сына Назвал его Честь В Лондоне Вот он Рассматривал Данте Именно В таком Эзотерико Масонском Контексте Есть записи Об этом Есть Сохранившиеся Публикации Но Это Понятное дело Не особо Тиражируется Потому что Это мало В принципе Кому интересно Но Это интересно Исследователям Творчества Росети Данте И Кристины Чтобы понимать Откуда Откуда Вот это Такое Видение Мира Необычное Совершенно Другая Оптика И По словам Сына Майкла Сын Майкла В общем Вильям Майкл Первое имя Вильям Второе Майкл Он записывал Он вел Дневник И очень Очень много Свидетельств О Данте О Кристине У нас Именно От Вильяма Который записывал Все Очень Очень Тщательно Так вот По его словам Отец писал Какие-то Огромные Труды Которые Доказывали Что Данте Петрарко И другие Великие писатели Были В реальности Антихристианскими Антирелигиозными И здесь Вот это еще Одна Опорная Точка Сопряжения Вот Невероятного Потому что Мать Кристины Была Очень Джелегиозным Человеком Ну как Она вышла Замуж За Того Кто В общем Даже в Данте Подозревал Антихристианина Этого тоже Очень интересно Она поступила Так же Как ее Мать Ее мать Тоже Вышла Замуж Как я уже Вам сказала За Полидори За итальянца Ну вот Такие интересные Два союза Это Мне тоже кажется Не случайно Все происходит У них В жизни И Такие были У него Резкие У отца Кристины Высказывания По поводу Церкви Что После его Смерти Умер он Достаточно рано Кристина была Совсем молодой Еще Фрэнсис Его жена Просто сожгла Все его труды Чтобы этого Не видеть Ей это было Больно И неприятно Она не хотела Знать Что ее муж Вот так Относится К церкви Потому что Для нее Это было Очень важно Детей своих Она Растила Вот именно В этом Контексте В религиозном Контексте И здесь Опять таки Вот идет Это странное Сочетание Такого Нерелигиозного Отца Даже противорелигиозного Я бы сказала Сражающегося С догматами С нормами С христианскими Представлениями Человек Тратил массу Времени На то Чтобы писать Огромные Труды Доказывающие Что Петрарко И Данте И разные Разные Другие Поэты Антихристиане То есть Это о чем-то Говорит С одной стороны Такой отец И с другой стороны Мать Которая Англиканка Которая В приходе Которая Читает Дочке Религиозную Литературу В том В том числе Она читает Тейлора Это один из самых Цитируемых Авторов В Британии Да Наравне с Шекспиром Один из самых Любимых Ну вот такие Он нравоучительные Вещи Писал О Духовной Жизни О жизни Души Ну Это очень Важно Понимать И это Очень важно Знать Для тех Кто хочет Получше Разобраться В стихах Кристины Рассети Фрэнсис Растил Детей Без няни То есть Они В общем-то Детская комната У них была В гостиной В той самой Гостиной Где Как вы помните Висел портрет Джона Полидори Вообще Вот представьте Себе Просто Представьте Себе Эту атмосферу Вот такой Гостиной Она была Достаточно Несветлая То есть Я видел Фотографии С этим Портретом Молодого Человека Который Покончил Жизнь с самоубийством С матерью Которая Постоянно Вот в религиозном Таком Фанатизме Можно сказать И у Кристины Потом тоже Были нотки Вот этого Религиозного Фанатизма С отцом Который Был Карбонарием Это тоже Очень Интересная История Как вот Он был Карбонарием И Вообще Вот эта Вот система У них Тайных Сообщений Каких-то В общем Тайных Знаков Да У Карбонариев Вот с отцом Этим Бунтарем Который писал Стихи Все это вместе Сложилось И Получилось Вот то Что Получилось Такая атмосфера Непростая Маленькая девочка Играет Читает там Книжку Играет что-то А на нее Смотрит Джон Полидори Вот только Представьте себе Эту картину Ну как я уже говорила Мать с ними Разговаривала На английском Отец Разговаривал С ними На итальянском Кристина И сама Писала Стихи На итальянском И когда она Побывала в Италии Первый раз Она Почувствовала Себя дома Она почувствовала Себя на родине То есть для нее Вот это тоже Очень важная Составляющая Ее характер Ее Мировоззрение Мировосприятие Из таких Забавных Событий Интересных Вещей Ее детства Они часто посещали Зоопарк В регент парке И вот С детства Кристина Очень любила Животных И любовь Туна пронесла До конца Своей жизни Ну Как я уже сказала Дедушку Любили все Но дедушка Особенно любил Кристину И все дети Все дети Семьи Рассети Неизменно ждали Когда же будет Поездка К их любимому Деду Гаитана Полидоре Букингем Шир Он там жил Чтобы поиграть На природе Пообщаться Дед был фанатом Поэзии Очень многие Исследователи Считают Что вот это Желание Писать стихи Умение Любовь к стихам Появилась у Кристины От отца Но Мне кажется Судя по тому Что я прочитала Изучила Мне кажется Что от деда И дед Способствовал Изданию Первого сборника Стихов Который вышел В 1847 году Когда Кристине Было всего 17 лет То есть это именно Дед Сделал так Чтобы вышел Этот сборник Он очень Поощрял ее Поэтические Опыты Ну и как я уже говорила Любил ее В том числе И за то Что она Бесконечно Напоминала ему Его супругу Образование Девочки Получили домашнее Но очень Очень сильное То есть они Много читали Неизменно Много читали И В общем Готовы были бы Стать Очень хорошими Гувернантками Их мать Фрэнсис Тоже училась Чтобы стать Гувернанткой В каком-то Престижном доме Но Этого не случилось Потому что Мария ушла В монастырь Я вам говорю Там влияние матери Было очень сильным Вот эта вот Религиозная составляющая Она детей Направляла В это русло С неимоверной силой Мария Ушла по церковной линии А Кристина Не смогла работать Потому что С 15-летнего возраста Начались проблемы Со здоровьем Непонятно Совершенно Откуда Какие Что это было Но Тем не менее До конца жизни Кристину мучили Вот какие-то Неясные болезни Непонятного Непонятно Откуда взявшиеся Но она пережила Пережила практически Всех своих родственников Естественно Родителей Братьев Она пережила Ну кроме Уильяма Который вспоминал Писал Что Кристина Была очень слабенькая Но пережила Всех нас Кроме меня Говорила на себе Фрэнсис Вкладывала В воспитание В образование Детей Очень многое И она говорила Я хочу Это ее цитата Кстати полезная Для многих Наверное будет Я хочу Чтобы моих детей Выделяли Или определяли Или узнавали В общем Любое слово Подберите По интеллекту То есть Для нее Это было Принципиально Важно Воспитать Вот таких Вот Уникумов Да Удивительных Людей Личностей Которые Полностью Были бы В искусстве Она Так и Создавала Свою семью Ей хотелось Чтобы в семье Всегда Звучали стихи Ей хотелось Чтобы на стенах Висели картины Для нее Это было важно И вот Такого супруга Она себе Выбрала Бунтаря Но поэта В их доме Все таки Несмотря на Такие Различия В мировоззрениях Всегда Литературу Поэзию Предпочитали Религии И политики Надо еще Сказать О Любви К страшным Историям Это тоже Важно В контексте Кристины Вот От Джона Полидори Мне так кажется Я Об этом Не читала Но Можно предположить Это Мне кажется Очевидно Что Если такой Культ Этого Джона Культ Вот этого Вампира Можно предположить Что Страх Любовь К страху Любовь К темноте Именно От него Пошла Очень Любила Кристина Рассетти Анну Радклифф И Ее Вот эти Страшные Истории Адольфа Ну то есть Вот эти Знаменитые Романы Ужастики Страшилки То есть Она Она Была Большим Поклонником Такого Чтения Ну а Конечно Очень Любила Джона Китса Это Уже Влияние Отца Влияние Деда Очень Любила Пьетро Метастазио Читала В оригинале Все Понимала Все Эти Сложные Лексические Конструкции Все Это Было Ей Доступно Александр Поуп Вальтер Скотт Ну и Конечно Любовь Всей Семьи Это Данте О детстве Еще Нужно Сказать Что В семье Было Принято Играть В такую Игру Которая Называлась Бу Риме Ну то есть Бу Риме Если говорить По русски И Опять Таки Вильям Майкл Который Все Фиксировал Он Оставил Нам Такое Свидетельство Что Кристина Быстрее Всех Сочиняла Сонеты Вот По каким-то Заданным Рифмам По Заданным Окончаниям Вы представляете Что за Игра Бу Риме Быстрее Всех Это Все Сочиняла И Он Даже Написал Что Ей Хватало Около Девяти Минут На Один Сонет Вот Такая Точность Такая Педантичность Этого Брата Ее Старшего Про Склонность К депрессиям Я уже Вам Сказала Это Действительно Было И Это Действительно Видно По Ее Стихам Я К сожалению Не знаю Насколько Вы Начитаны Насколько Вы В курсе Стихотворений Переведенных Кристины Рассетти Но Думаю Что Об этом Тоже Нужно Будет Упомянуть И Назвать Некоторых Переводчиков Я Это Сделаю Попозже Вот Если Вы будете Знакомиться С ее Творчеством На Русском Языке Которое Не Очень Широко Представлено Я Переводы Которым Можно Доверять Кристина Рассетти Не Переводил Только Ленивый Это Автор Исключительной Популярности Потому Что Кажется Что Ее Переводить Не Сложно У нее Достаточно Прозрачная Структура Стиха Достаточно Никаких Конструкций Синтаксических Тяжелых Лексикой Какой Неудобоваримой Ничего Этого Нет И Кажется Что Это Все Очень Просто Сделать И Поэтому Это Мнимая Конечно Мнимая Простота Но Переводов Масса Огромное Количество Переводов Кристины Рассетти Любой Начинающий Переводчик Английской Поэзии Нет Нет Переведет Ее В общем Это же самое Было И со мной Я Занимаюсь Кристиной Рассетти Вот Практически Лет с Десяти Когда Впервые Прочитала Ее стихотворение Влюбилась В него Перевела И вот С тех пор Стала читать Читать Ну Больше Конечно Читала Чем Переводила На данный Момент Так Что Если Друзья Кто-то Из вас Владеет Английским Я уверена Такие Есть Лучше Читать В оригинале Это Ни с чем Ни с чем Непередаваемое Удовольствие И радость Именно От Английского Языка От его Легкости От его Пластичности Музыкальности Чего В общем То От него Не всегда И ожидаешь Так Что Сразу Вам Говорить О Русском Варианте То Здесь Надо Конечно Выбирать И смотреть Очень Тщательно Потому Что Можно Не Взначале Зачароваться В Кристине И сказать Что же В ней Такого Но Это Будет Уже Вопрос К переводу Вот После Вспышки Той болезни Которая Говорила В 1845 Году Начались Вот Эти Депрессивные Стихи У нее Стихи Про Смерть Очень Много Она Пишет Про Уход В небытие Про Вот Это Осмысление Здесь Там Это Вот Кристина Поэт Перехода Однозначно Поэт Входа В другую Реальность Абсолютно И Во многом Я думаю Это Связано С Ее Приступами Вот Этой Может быть Панической Атаке Судя Потому Что Написано Судя По Тому Как Описывается Ее Состояние Это Очень Похоже На Паническую Атаку Но Возможно Это Было Что-то Связано Еще С Такие Физиологические Подробности С Щитовидной Железой Потому Что С возрастом У нее Эти проблемы Появились И Скончалась Кристина Рассетия От Рака Груди Так Что Тут В общем Сложно Сказать Но Ее Физиологическое Состояние И психическое Очень Влияло На ее Творчество Поэтому Очень Очень Она Видимо Близко Соприкасалась Вот С этим Ощущением И Набытия С Ощущением Другой Жизни Жизни После Смерти После Ухода И Это Очень Очень Все Ощущается И Еще Раз Вам Хочу Напомнить Наверное Я Так Думаю Это Связано В том Числе С ее Болезненностью С ее Постоянным Каким Мороком Психологическим Две Помолвки У нее Было Одна Кстати Была Еще Совсем Ранее Ей Когда она С Коллинсоном Обручилась Это был брат Прерафаэлицкий Брат Тоже художник Небольшой Небольшой руки Художник Так Средний Но Тем не менее Вот он Был в братстве Разделял Идеи братства Но в какой-то момент Он Решил Что он Католик И Обратился В католичество Что для Кристины Совершенно Неприемлемо Она Англиканка За свое убеждение Стоит Как гладиатор Напомню И Помолвку Пришлось Расторгнуть Опять-таки Брат Повторюсь У нас очень много Свидетельств От брата Сообщает Что Много Много Лет Кристина Не могла Прийти в себя После расстройства Вот этой Помолвки Но Тем не менее Религиозные убеждения Для нее Оказались Более Значимыми Чем Личное Счастье Вторая Помолвка Тоже Была Расторгнута Тоже Не без Религиозных Причин И В общем-то Потом Когда Кристину Спрашивали Почему Вы не Замужем Она Всегда Говорила Что По религиозным Соображениям То есть Вот такая Скажем Так Отписка Если Говорить Про письменный Этим Очень Конечно Феминистки Воспользовались И Куда только Кристину Не записывают По этому поводу Естественно Говорят Что О любви к женщинам Говорят И очень много Разных вещей На эту тему Написано Но Это как бы Тема Совсем отдельного Разговора Я думаю Мы ее сейчас Здесь касаться Так подробно Не будем Но просто Нужно понимать Что и в этот Контекст Кристину Рассетти Вписали Я не уверена Что она сама Себе туда Вписывала Но Как бы Эти вот Учения Феминистские Различного Толка Ее туда Записывают Это тоже Нужно иметь Ввиду И Сейчас уже Мы подходим К ее Основной Работе О которой Мне бы хотелось Поговорить И как ни странно К этой работе Нас как раз Подводит мысль О феминистских Течениях Которые Обратили Тщательное Внимание На Поэму О которой Сейчас пойдет Речь Эта поэма Называется Рынок Гоблинов Я думаю В той или иной Степени Вы о нем Слышали Если интересовались Творчеством Кристины Рассетти Потому что Это ключевое Ее произведение И Наверное Одно из основных Одно из самых Ярких Одно из самых Обращающих На себя Внимания Внимания Произведений Викторианской Эпохи Всякий Кто Пишет Про Викторианскую Эпоху Всегда В любом Случае Так или иначе Касается Поэмы Рынок Гоблинов Еще Он называется Базар Гоблинов Здесь Разные Варианты Разные Интерпретации Гоблин Маркет Он называется В оригинале И лучше Это название Запомнить Что здесь Интересно Здесь даже Связь с Набоковым Есть Ну такая Очень Посредованная Но она Есть Поэма Была напечатана За несколько Лет до Алис В стране Чудес И Есть Абсолютно Доказательные Вещи Которые Нам Говорят О том Что Алиса В стране Чудес Написана Под влиянием Рынка Гоблинов Но Вы все знаете Что Алиса В стране Чудес В том числе Переводила Набоков Вот такая Далекая Связь Далекая Ниточка Она все Таки Существует Вообще Семьи Дружили И Льюис Кэрол Как я уже Говорила Много Фотографировал Кристину Ее семью Пожалуйста Фотографии Представлены Также Вы можете В интернете Найти Целый Даже Есть Альбом Льюиса Кэрола Который Вот Семью Рассети Фотографирует Когда они Еще все Вместе Счастливы И живы За Несколько Лет Выходит Базар Гоблинов Рынок Гоблинов И конечно Льюис Кэрол Обращает На него Пристальное Внимание И очень Очень Много В его Алисе И это Видно Невооруженным Глазом И не только Литература Веданная Просто читателю Видно Что очень Много Именно Из Этой Поэмы У него Сюжет Там Предельно Прост Он даже Напоминает Какую-то Детскую Может быть Считалочку Детскую Фольклорную Игру С классическим Пойдешь туда Будет тебе Плохо Нарушишь запрет Запрет нарушен И вот это Вот все То есть Классическая Классический Ход Поэму Вы в принципе Можете Прочитать Но Значит Чтобы Немножко Освежить В памяти Я Вкратце Напомню Сюжет Две сестры И здесь Мы возвращаемся К феминисткам Я попозже Об этом скажу Но вот Это сразу Обращайте внимание Две сестры Лиззи и Лаура Встречают Гоблинов Которые Предлагают Им Различные Фрукты И Различные Вкусности И предлагают Они Так Соблазнительно Так Ярко С таким С горящим взором Лиззи Гордо Отказывается Ей этого не надо Она говорит Нет Нет Мне пожалуйста Не надо И запрещает Лауре Тоже Эти яства Отведывать Но Лаура Нарушает запрет Вот здесь Классическая ситуация Сказки Запрет нарушен В результате Чего Лаура Заболевает И Даже начинает Сидеть У нее В общем Все признаки Смерти Все признаки Умирания На лицо И Начинается Вот эта Зависимость От фруктов Она Очень хочет Вот эти Фрукты Гоблинов Снова Отведать Тут Как бы Зависимость И Странным образом Она больше Их не видит Этих гоблинов Она их не слышит И только Ее сестра Которая Этих фруктов Еще не Отведала Она Этих гоблинов По-прежнему Видит Ну Здесь Такие Странные Какие-то Вещи Происходят И Когда сестра Понимает Когда Лиззи Понимает Что все Лаура Уже Погибает Уже При смерти Она решает Все-таки Добыть Каким-то Образом Эти фрукты Чтобы Ей Антидот Такой Предложить Вот Ей Почему-то Приходит В голову Что Если Она Снова Отведает Этих Фруктов Она Вернется К жизни Вот Такое Чутье Женское Ей Подсказало И Она Идет Снова К этим Гоблинам И Начинается Вот такая Кульминация Видимо Самая Такая Яркая Дерзкая Если Можно Сказать Сцена Этой Поэмы Когда Гоблины Она С серебряной Монеткой Пришла И Говорит Вот Я вам Даю Деньги А вы Мне Значит Фрукты Они Говорят Нет Ты Сама Должна Отведать Этих Фруктов Она Говорит Я Не Хочу Ей Так Это Они Ей В Лицо Их Они Вдавливают Ей Эти Фрукты Она Стоит Вся Вот В них Обтекает Этим Соком Страшная Совершенно Жуткая Картина Абсолютно Немыслимая Да Если учесть Что это Юная Девочка Вся Вот Она В этом Красном Но Все Так Она Это Не Попробовала Гоблины От Даже Ее Читаешь И Краснеешь Я Вам Честно Скажу Она Приходит К сестре И Говорит Слежи С Меня Этот Сок Целуй Меня Сак Май Джус Если По Английски Squeeze From Goblin Fruits For You Eat Me Drink Me Love Me Говорит Сестра Другой Сестре Ну Конечно За Это Не Могли Не Зацепиться И Там Я Думаю Что Вам Объяснять И Рассказывать Какие Пошли Интерпретации Вот Этого Пассажа Когда Сестра Слизывает Больная Сестра Слизывает Сок Вот Этих Гоблинских Плодов С тела Своей Сестры Но Все Заканчивается Хорошо Сок Этот Слизан Девушка Выздоровела Они Взрослели Вышли Замуж Все у них Замечательно И своим Детям Они Рассказывают Вот эту Поучительную Такую Историю Вот Это Вкратце Естественно Там Много Нюансов Много Что Можно Прочитать А Забыла Скать Одно Из важных Деталей Гоблины У Лауры Просят Не за Деньги Они Готовы Отдать Эти Плоды А за Локон У нее Золотые Волосы И вот За Локон То есть Проще Говоря За Часть Себя Она Дает Свою Часть Частичку Себя Чтобы Купить Эти Запретные Плоды На которые Подсаживаешься Ну Здесь Конечно Очень Много Всяких Интерпретаций Одна Из Про Наркоманию В Викторианскую Эпоху Тема Наркотиков Не была Под Таким Запретом Это В общем Было Доступно Это Было В Широком Ходу Лекарства Были Дорогими И Лечились Наркотиками В том Числе На Глазах У Кристины Умирает Жена Супруга Ее Брата Данта Габриэля Знаменитая Наторщица Элизабет Сидал Она Не Вынесла Душевной боли Она Не Вынесла Физической Боли Там Долгая История Это Немножко Другая Уже Тема Но Надо Понимать Это Знаменитая Фелия Замечу С картины Надо Понимать Что Вот Она Не Вынесла Этого И От Передозировки Лауданиума Скончалась Это Был Известный Факт И Конечно Потряс Кристину До Самой Глубины Души Но Это Случилось После Того Как Она Написала Поэму Гоблинов То есть Вот Здесь Тоже Такое Провидение Такой Взгляд Немножечко Вперед У Кристины Многие Следователи Связывают Эту Поэму С Пребыванием Кристины В качестве Волонтера Внимание В Исправительном Доме Для Падших Женщин Fallen Women Так И Называется Имени Святой Марии Магдалены То есть Казалось бы Да Вот Девушка С таким Лицом Санта Кристина Ее Называли Братья При Рафаэлиты Святая Кристина Она идет К падшим Женщинам Чтобы помогать Чтобы каким-то образом Может быть Настроить их Немножко На духовный лад Просто Побыть Там Почувствовать Как это И вот именно В этот период Она пишет Поэму Рынок Гоблинов Многие Очень Следователи Связывают Это напрямую Вот эту Поэму Да С С ее Пребыванием В этом доме С тем Каких женщин Она видела Да Какие истории Она слышала И возможно Возможно Это так и есть Сложно Здесь уже нам сказать Этой поэмой Восхищались Очень многие люди И Суинберн И Теннисон Ну Про Кэрола Я вам уже сказала Что нужно отметить Одно из Отличительных И главных Свойств Этой поэмы Это язык Английский язык Который Доведен Просто до Невероятного Совершенства До какой-то высоты Нечеловеческой Вот что она делает С английским языком В этой поэме Тем не менее Тем не менее Джон Резкин Критик Знаменитый Очень критик Он Прерафаэлицкий Критик И один из главных Героев сериала О котором я вам уже говорила Отчаянной романтики В общем он Все про всех знает Все про всех Он сказал и написал Но вот что он написал Про Кристину Он так Об ее поэме Когда первый раз Ее прочитал Надо сказать Что поэма была Сначала написана И только Чуть-чуть Она позже была Издана уже Вот он в рукописи Ее прочитал И сказал Нестройные ритмы Поэмы Бедствия Для современной поэзии Кристине Рассете Поучиться бы Строгости формы И метра Пока у нее Не получится писать так Чтобы читатель Был доволен Ну то есть Вот Резкину не понравилось Да Резкин считает Что это очень Ритм-то какой-то Вообще кривой Хромой Все не то А между тем Ритм Потрясающий Я вам прочитаю Маленький совсем Отрывок Чтобы вы Тоже прониклись Вот этим Ее уникальным Чисто крестиновским Да Если вам так сказать Рассеттиевским Ритмом Эпплс анд квинсис Лэммонс анд оранчис Пламп анд петчерис Мелонс анд рэзберис Плум дончик пичис Сворд хеддет манберис Вайлд фриборн крэнберис Крэп апплс дьюберис Пайнаппл блэкберис Эприкатс Строберис Это вот так гоблины Предлагают свои товары Это вот получается Что просто Из списка Ну то есть Может я немножко Неумнятно Как-то прочитала Но ритм все равно Чувствуется Получается Кристина из списка товаров Простых Из перечисления Ну что здесь Яблоки Лимоны Апельсины Малина Какие-то ягоды Из этого списка Она делает музыку Она делает То что Вот Уолтер Паттер Тоже известный Очень критик Идеолог эстетизма Говорил Что Всякое искусство Неизменно Стремится К состоянию Музыки Вот здесь Кристина В этих строчках Абсолютно Передает Это состояние Музыки Казалось бы Просто список Продуктов По сути Ничего больше Но Вот такой Вот такой талант Понимаете Это конечно Не нравилось Может быть Да кому-то Кто-то считал Что это Ну вот Резкин Да Такой был Критик Очень знаменитый Да к нему прислушивались Все его Слово ждали Просто как Какого-то Небесного Озарения Вот он Вот так вот оценил Он не понял Он не услышал Это кстати Тоже говорит о том Что В современном мире Тоже ведь не всегда Слышат Друг друга Да не всегда слышат Где гениально А где нет Где посредственно Ничего особо Не меняется В этой поэме Уникальное Как мне кажется Собрание Жанровых Разножанровых Каких-то Характеристик Речевых Стилистических Здесь есть Приметы готического Повествования И вот здесь Привет Джону Полидоре Да Здесь есть И фэнтези И библейские сюжеты И детская литература И даже Элементы басни Сказка Конечно же Ну если Немножко про интерпретацию Сказать В иллюстрациях Артура Рекмана Более позднее 1933 года 1933 года Он интерпретирует Это исключительно Как Этот рассказ Как потерю Ну вот Невинности Девушкой То есть Вот в таком Роде еще идет Интерпретация Я чуть позже скажу Про другие Интерпретации Значит в 1862 году Опубликовали Эту поэму В сборнике Рынок гоблинов Или базар гоблинов Гоблинс маркет Да И другие стихотворения И вот уже Когда опубликовали Уже когда Увидели глазами Да Не просто Что Джон Резкин Сказал Да А когда сами Посмотрели на эту Поэму Были в восторге Все Это был Успех И культурный Да И поэтический Но и финансовый тоже Книгу раскупили И книга Была на расхват Читатели были В полном восторге Может быть Не все все поняли Да Про что это О чем это Для чего это Ну вот От языка От этого разнообразия Языкового Были все На вершине восторга Обозреватель газета Назвала произведение Истинно детской поэзии Но также В статье Отмечались Взрослые темы Про детскую поэзию И Кристиану Рассетти Это вообще Отдельная тема Это отдельная Можно сказать Лекция Мы сегодня Этого касаться Особо не будем Но Только Немножечко Позже И вкратце Про детскую тему Особенный успех Поэма Обрела Когда сам издатель Знаменитейший издатель Александр Макмиллан Он в Кембридже Прочитал эту поэму Перед рабочими То есть он не побоялся Проверить этот текст На рабочих И тоже они были в восторге Поэма обрела Известность В народных Среди Среди простых читателей Что было тоже Очень ценно Для самой Кристины Прежде всего И часто Эту поэму Называют Поэмой детской Вот мы К этой теме Возвращаемся Но это Не может быть так Потому что В то время Кристина для детей Еще не писала У нее есть Детские произведения У нее есть Несколько сборников Для детей В скобках Замечу Один из сборников Она написала После оглушительного Успеха Алисы В стране чудес Надеясь Что ее сборник Тоже будет пользоваться Таким же успехом Потому что Детская литература Была на подъеме После Льюиса Кэрролла То что он сделал И бум Просто был Детской литературы В 19 веке Во второй половине Но ее сборнику Таким успехом Конечно Как Алиса Льюисовская Он не пользовался Не пользовался Но в то время Когда она писала Рынок Гоблинов Она еще Не была в теме Детской литературы И ее это Не особо интересовало У нее даже есть Такая запись Она говорит Что Дети Не предмет Моих размышлений Это точная цитата Это цитата Вот того периода Когда она Пишет Рынок Гоблинов И Вот этот Как я уже сказала Детские И ее произведения Ну таким Большим успехом Не пользоваться Хотя сейчас Они переведены На русский И Большая заслуга В этом Мария Лукашкина Которая Перевела Детские стихи Кристины Рассетти Сама же Кристина В 1876 году Писала своему издателю Макмиллану С просьбой о том Чтобы Убрать слово Фейри Фейри Волшебный Там Какой-то Относящийся К волшебству К сказке Что-то вот такое Много синонимов У него Выбирай любой Называется Она просила Убрать Это слово Из списка Иллюстраций К новому изданию То есть это было Уже переиздание Поэмы Рынок Гоблинов И других стихотворений С иллюстрациями Она просила Убрать это слово Фейри Чтобы его не было Чтобы ее Не ассоциировали С детской литературой То есть для нее Это было важно И это тоже Надо понимать Она не хотела Чтобы Рынок Гоблинов Значился Как детское произведение Про иллюстрации Несколько слов скажу И будем потихоньку Уже заканчивать Иллюстрации Выполнил ее брат И она сама Заявляла Что если эта поэма Будет переиздаваться Где бы то ни было Она хочет Чтобы они Эта поэма Выходила с иллюстрациями Данте Габриэль Рассетти Эти иллюстрации Можно найти в интернете Я вам предложила Обложку Которую выполнил ее брат Ну Такая была воля Самой Кристины Но тем не менее Воля конечно воля Жизнь есть жизнь И более 20 Уже Наверное Уже даже более 20 Вариантов Различных иллюстраций Представлено От традиционного Хаусмана Это еще конец 19 века Вот Рекхама Я вам упомянула Это про потерю невинности Он так интерпретировал Так представил Это в своих иллюстрациях Даже до комик-версии В 1984 году Была выпущена Комикс-версия Этой поэмы То есть настолько Вот к ней Обращались Теперь про феминисток Я вам обещала Сказать несколько слов Если кого-то Эта тема заинтересует Есть такой сборник Называется Сумасшедшая на крыше И там не только Про Кристино Рассетти Там вообще Про женщин Писательниц Викторианской эпохи И Авторы Два автора Сандра Гилберт И Сьюзан Губер Они Хотят Показать читателю Что В общем Викторианские писательницы Это не то Что мы о них привыкли думать Ну как вот они это доказывают Как они это показывают Пожалуйста Это все в доступе Правда Надо пояснить Что книга 79 года И уже немножко Устарела Даже в своих Феминистических Высказываниях То есть уже Это движение Продвинулось вперед Но тем не менее Это одно из первых Одно из первых В этом направлении Высказываний художественных Так что Имейте это в виду Если кому-то интересно Так вот С феминистической Точки зрения Вот эти авторы Да В книге Сумасшедшая на крыше Трактуют это Трактуют поэму гоблинов Как женскую солидарность Да Как женское движение Начинание женского движения То есть вот В таком виде Они это трактуют Я вам уже сказала Да Есть значит трактовка Что это наркомания Есть трактовка Значит что это Женское движение Зачатки женского движения Вот потеря Девственности Что только В общем Кто только не отметился На этой поэме Феминистки Марксисты Фрейдисты Сторонники Квир интерпретации Это Однополых отношений Естественно очень много Там отметились И даже те Кто предостерегает Об опасности Свободной рыночной экономики Видя в предложениях Гоблинов Вот именно Эту опасность Свободной рыночной экономики То есть поэма Как вы видите Покрыла практически Все слои общества И каждый кто мог О ней высказался Поэму называли Христианской притчей О самопожертвовании И спасении Называли сказкой Об анорексии Сказкой о любви Двух женщин В общем все Все на свете И здесь Очень интересно Сказать о том Что сама Кристина Кокетливо говорила Я не имела ввиду Ничего глубокого В подтексте этой сказки В подтексте Этой поэмы То есть сама Кристина Говорила что Я ничего не имела ввиду Вот я такое написала Вот вы теперь значит Уже 200 лет Это все разбирайте А я ничего ввиду не имела Но мне конечно кажется Что это кокетство И как минимум Как минимум Наркоманские Вот эти дела Здесь есть Потому что Напомню И повторю Что викторианскую эпоху Это было В обычном порядке Ничего в этом Такого не было В 20 веке Кристинира Кстати забыли Модернизм Новая эпоха Новые веяния Новые стили И такой как бы Немножечко Устаревшая Она оказалась И неинтересной Но Уже в 80-е 80-е годы Снова Начался огромный Интерес к ее творчеству Который до сих пор Продолжается До начала 20 века Точно было подсчитано Сейчас пока нет Этих исследований До начала 20 века Каждый год Выходило минимум Одно издание Посвященное Творчеству Кристины Рассетти То есть Вы представляете Какой это Колоссальный интерес И конечно ее темы Основные темы Отвергнутая любовь Смирение христианское Принятие воли Господа Это все Может быть Да Периодически устаревает Но Это проверено на прочность И ее стихи Выдержали эту проверку Теперь это цитируется Я вам поставила Песню рождественскую Которая поется Практически в каждой Британской школе То есть Это поэт Такого Очень Очень высокой популярности Стало Неожиданно для себя Я уверена Что она Бы такого не ожидала Закончить я знаете Чем хочу Никаких у нее Не было премий Наград И Когда умер Теннисон В 92 году Освободилась Должность Поэта-лауреата В Англии И В общем Кристина Вполне могла бы Претендовать На эту должность Потому что Ее стихи Пользовались Невероятной Популярностью Еще при ее жизни Но К сожалению Следующий поэт-лауреат Был назначен Только через два года После смерти Кристины И вот что Сказал Льюис Кэрол Если бы Только королева Посоветовалась Со мной О том Кого Назначить Поэтом-лауреатом Я бы сразу Ей сказал Хоть раз Мэдам Назначьте Женщину Так ведь Только они Не советуются С правильными Людьми Какая Мне кажется Актуальная Цитата Про то Что никто Из власти Придержащих Не советуется С правильными Людьми О том Кому Какие При жизни Давать Премии И награды Конечно Было бы Очень здорово Если бы Кристине Рассетти При жизни Дали звание Поэт-лауреата Но я думаю Что ей Это было Не особо И нужно Потому что Она была Человеком Замкнутым Человеком Обращенным К Богу Всей своей Душой И Вот эти строчки Стихотворения Песни Которые Я вам ставила В начале Замечательные Гениальные строчки О том Что Если бы я был Пастухом Если бы я была Пастухом Я бы отдал Тебе Господи Овцу Если бы я была Мудрецом Я бы Господи Отдала тебе Мудрость Какую-то Воспела тебя В мудрости Но я простая Совсем простая Девушка И я отдаю Тебе Сердце Вот наверное Сердце Она отдавала Также И всем нам Всем читателям Кто Кто ее читает Это действительно Потрясающие стихи Пронзительные Тонкие И Делающие С английским Языком Невероятные Вещи Если У нас С вами Есть Еще Минутка Две Я прочитаю Просто стихотворение Кристины Рассетти На котором Можно было Закончить Нашу с вами Беседу Сегодняшнюю Последнее место Последнее место Это обращение К знаменитой притче Про последнее место Оставь Оставь за мной Последнее Из мест Нижайшим Гостем Я войду В твой дом Вот я Жила Вот я Несла Свой крест В сиянии Твоем Но если Гостем Быть Почет Велик Позволь Хотя Подуверие Постоять Чтоб только Видеть Господи Твой Лик Тебе Господь Внимать И Обращаю Ваше внимание На Книгу Из которой Я прочитала Стихотворение Это Поэтический мир Прерафаэлитов Книга Уже ставшая Библиографической Редкостью Выпущена В издательстве Рудомино Именно к выставке Прерафаэлитов О которой Я сегодня Вам С самого начала Рассказывала Здесь представлены Современные Переводы В том числе И мои И других Переводчиков Авторов Которые Относились К кругу Прерафаэлитов И здесь Конечно же Есть Несколько Стихотворений Кристины Рассетти Ну что же Друзья Я всех Благодарю За внимание К сожалению Об очень Многом Мы еще Не успели С вами Поговорить Многом Я не успела Рассказать Но я надеюсь Что Какой-то Интерес К Кристине Я Вас Пробудила Может быть Он и был И Надеюсь Что вы Почитаете Ее стихи После Наши беседы И убедитесь В том Что это Действительно Большой Очень Значимый И очень Трогательный Поэт Спасибо вам Еще раз Спасибо за субтитры